Телекомпания Веневисьон и телерадиокомпания Москва представляет Виктора Камару, Эмму Рабде, Белен Мареро, а также Даниэля Альварадо и Энри Галуя. В телесериале «Самое красивое». Продюсер Аркимедес Риверо. Режиссер Маркус Реес Андраде. 163 серия. 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 184 серия. 173 серия. 174 серия. А я тебя поймаю. Сегодня наш день. Наш. Он больше не вернется к ней. Как ты добился этого? Как? Она отдала тебе его? Она поняла, что с тобой ему будет лучше? Нет, Сара, я... Я сам взял его. Я унес его. Ну, хорошо, Рикардо. Ты же знаешь, я пришла. Помочь тебе? Да, мне нужна твоя помощь. И сейчас больше, чем когда-либо. Ты должна находиться рядом со мной. Постарайся приласкать его, как это ты... Как это делала Габриэл. На этот раз ты не можешь подвести меня. Тебе не надо ни о чем просить. Я помогу тебе. Не подведу ни тебя, ни его. Мама, где мой сын? Как это Рикардо увез его с собой? Пожалуйста, объясни. Ну? Я расскажу, как все произошло. Понимаешь? В общем, Рикардо пришел. И мы, как всегда, поссорились. Он попросил меня о том, чтобы я разрешила ему побыть с ребенком, так как он его отец. Я позволила. Позволила ему немного побыть с ним. Я вышла на минутку в другую комнату, а когда вернулась, чтобы покормить ребенка, ни Рикардо, ни ребенка уже не было. Я обошла весь дом, но не нашла их. Вышла к машине, но и там никого не было. Побежала на улицу. Я не знаю, где они. Я не разрешала ему уносить. Мама, мамочка, я не верю. Он не взял бы ребенка без моего разрешения. Он не мог так поступить. Мама. Я не знаю. Может быть, он поехал в магазин или к сеньоре, но... Может быть, к себе домой. Я сама не знаю. Не знаю я. Мама. Мне это кажется очень странным. Он сказал бы тебе... Он бы сказал, что он уходит. Нет, мама, я не знаю. Я боюсь. Мама, я боюсь. Мне страшно. Здесь что-то не так. Я не понимаю. Дочка, телефон. Послушай. Алло. Рикардо. Где мой ребенок? Я звоню, чтобы сообщить тебе, что я взял ребенка к себе. Он со мной и останется со мной навсегда. Что ты хочешь... Что ты хочешь этим сказать? Я требую, чтобы ты немедленно вернул мне сына. Ты не имеешь права забирать его. Верни мне сына. Слышишь? Сию же минуту. Ты понял меня? О, Боже мой. Помоги мне, пожалуйста. Боже мой. Сделай так, чтобы он не нашел меня. Помоги мне, Господи. Помоги мне. Боже мой. Да ты же видишь. Все бесполезно. Ты попалась. Ты попалась. Попалась. Рамиру, пожалуйста, не делай этого. Я прошу тебя. А почему ты не называешь меня чокнутым? Почему ты не называешь меня вонючей крысой? Ты ведь так меня ненавидишь. Я не могу упустить такой лакомый кусочек. Я прошу тебя, Рамиру, умоляю. Я давно уже замыслил это. Я прошу, не трогай меня. Не трогай, ну, прошу тебя. И вот теперь, наконец, я добьюсь своего. Никто меня не остановит. Никто. Кошечка моя. Не трогай. Курма. Нет, нет, пожалуйста, я прошу тебя. Послушай меня, ты не можешь так поступить. Я поступил так, чтобы избавить его от тебя и от твоего любовника. Что ты сделал с ребенком? Что ты с ним сделал? Не надо играть роль любящей матери. Она не идет к тебе. Я не могу причинить ему зло. С ним все в порядке. Он окружен заботой и любовью. А главное, он забудет тебя. Рикардо, ты не можешь так поступить. Это мой сын. Я не могу без него, ты понимаешь? Я не могу без сына. Рикардо. Нет, нет, нет. Извини, Габриэлла. Но ты больше не увидишь моего сына. Никогда. Рикардо. Что случилось, доченька? Что сказал этот сумасшедший? Мама. Мамочка. Он сказал, что никогда не вернет сына. Никогда. Что мне делать? Мама. Мамочка. Тебе понравилось? Понравилось? По правде говоря, ты не ахти какая. Но я... Я добился своего. Слышишь? Добился. Скажи своему муженьку. Скажи ему, что ему нечего будет там делать. Я тебе кое-что там оставил. Слышишь? Субтитры сделал DimaTorzok Девушки отдыхают Явится к тебе Она уже наверняка мчится сюда Рикардо, зачем все это? Я хочу, чтобы она приехала И что дальше? Ты вернешь ей его? Ты затеял это, чтобы всего лишь устроить скандал? Она придет и потребует вернуть его себе? Зачем ты мне его даешь, если потом... Я хочу высказать ей все, что думаю о ней Хочу понять, кто же она Я хочу взглянуть на ее Красивое И бесстыжие лицо Он с ума сошел Он совсем, совсем свихнулся Я знала, что он обманщик, что он чокнутый Но я не знаю... Куда ты собираешься? Я должна пойти за ребенком Я должна узнать, почему Рикардо так обошелся со мной Как бы там ни было, я верну Габриэля Доченька, ты считаешь, что все это так серьезно? Мама, я знаю Рикардо Он не играет, он говорил со мной С такой злобой и с такой ненавистью Я знаю, кто настроил Рикардо против меня Я знаю Конечно И этот самый человек претендует на моего ребенка Но я не позволю Вот увидишь Я этого так не оставлю Габри, подожди, возьми себя в руки Габри Господи, да где же это? Подожди меня О, Боже мой Рамира даже не поздоровался с нами А теперь болтает сам с собой, как ненормально Такой уж он человек У него только одна забота А похмелиться после вчерашней попойки О чем думает этот херуимчик, а? О чем ты? Пять и шесть Черт побери Разве стоит Пять минут удовольствия Шести лет тюряги Главное, как отнесется к этому черномазы Он ведь узнает, что я Плюнул в его колодец, из которого он собирается испить Диму Диму Да Не плюй в колодец Пригодится Водиться и спить Продолжение следует... Неужели это происходит со мной? Что такое веселое, отмечаешь мое несчастье? Нет, я самый счастливый в мире, Артур. Я так счастлив, что готов плясать в одиночку. Что случилось? Это связано со мной? Нет, с тобой пока нет. И пока ты не завел свою пластинку о преследовании, бэйби, хочу сказать тебе, моя радость личного характера. Она только моя. Артур, я женюсь. Наконец-то я женюсь. Понимаешь? Я женюсь. Ты, Моистер? Разумеется. Я и Эстер, мы решили броситься в этот омут. Ты не шутишь? Вы действительно решили? Да, не шучу. А если ты вздумаешь шутить, будь осторожен. В своем белоснежном платье, красивой, она будет похожа на полумбшую Деву Марию. Демо, я прекрасно тебя знаю. Эти сказочки не для меня. Уверен, вы слишком торопитесь. Да перестань, ты не прав. Я делал себя с Эстер, как ты с Габи. Я пестовал ее, как розочку. Эстер выходит за меня замуж. Это будет нашим совместным дебютом. Боже мой, почему это случилось со мной? Именно со мной. Но почему? Господи, за что? Почему со мной? О, Господи. Господи. Почему именно со мной? Отдай мне сына. Верни мне сына. Тебе не стыдно, Габриэла, находиться здесь? Я не знаю, что здесь происходит. Это меня совсем не интересует. Я пришла только за своим сыном. Отдай ребенка. Забудь о нем, Габриэла. Твой сын не покинет этот дом. Он останется со мной. Уйди с моего пути, Рикардо. Я не понимаю, что здесь происходит. Почему ты совершил эту идиотскую выходку? Я хочу вернуть своего ребенка. Отойди. Не то... Забудь о нем, Габриэла. Твой сын не покинет этот дом. Нет? Представь себе. Он покинет его. И раньше, чем ты думаешь, я верну ребенка. Я не знаю, что за ловушку ты мне подстроил. Что ты задумал? Я хочу только одного, забрать своего сына. Так что уйди с дороги. Уйди. Почему ты не привела с собой твоего типа, чтобы я мог вышвырнуть его отсюда? Почему ты не привела его? Я бы его... Набил ему физиономию. Кого ты имеешь в виду? О чем ты говоришь? Ах, ты не знаешь. Ты действительно не знаешь. А я вот знаю. Я сам видел. Это отвратительно. У меня есть все доказательства того, кто твой любовник. У меня есть доказательства, что твой любовник Аурелио. Я докажу тебе это. Вот увидишь. Ну, малыш, давай познакомимся. Габриэль, ты должен как следует узнать меня. Ну вот, ты уже сломал. Дорогой, с этого момента я буду твоей мамой. Твоей единственной и настоящей мамой. Ну что ж, малыш, мы с тобой составим такую волну. Пару. Ну что ты. Первое, что мы сделаем, это несколько замечательных снимков. Мы сфотографируемся в разных помещениях дома и в офисе твоего отца. Мы прекрасно смотримся с тобой. Ты моя последняя надежда обрести счастье. Ну, дорогой мой. Это последняя возможность. Я ни за что не упущу. Ну, на-на-на, держи, держи. И ты совсем не будешь тосковать по своей матери. Ну, не плачь, не плачь. Тихо, 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 тихо. Мы будем счастливы. И ты, и твой папа, и я. Мы будем очень счастливы. Только не плачь. Прошу тебя. И ты, и папа, и я. Одна счастливая семья. Ты. Ты мой хороший. Ну, не надо плакать, но я прошу тебя. Пробил час, чтобы мы были вместе, дорогой. С этого момента мы всегда будем вдвоем, чтобы противостоять всем невзгоду. Мне так не хватало этого ребенка. Он заставил меня вспомнить то время, когда вы обе были грудничками и о вас заботились. Это было так давно. Мы тебе так благодарны за все, что ты сделала для нас. Верно. Ты только вообрази себе. Все это время, в течение которого я купала его и ухаживала за ним. Мой, ты меня счастливила. Этот ребенок для меня настоящее благословение. Да. Это благословение. Благословение и радость. Единственная радость, которая мне осталась. Я никогда не расстанусь с ним, дорогой мой. Я знаю, что у тебя больше никого нет. И мои дни будем бороться за свое счастье. Только ты и я. Я люблю тебя, Патрисия. Не важно. Не важно, что может произойти между твоим дядей и тетей. Важно только то, что я действительно люблю тебя. Люблю. Я тоже тебя люблю. Ты помог мне почувствовать себя женщиной. И не просто женщиной, а красивой женщиной. Любимой мой. Мой, дорогой. Ты в самом деле красивая. Ты красивая и душой, и телом. Знаешь? Знаешь? Дорогая. Что? Когда я впервые увидел тебя, у меня мелькнуло в голове вот женщина, которой я мечтал всю свою жизнь. Да, но мы познакомились в такой печальный, неприятный момент во время развода моего дяди и тети. Мне было так трудно. Но ты помог мне. У тебя добрая, у тебя благородная душа. Как говорится, нет худа без добра. Несмотря на эту трагедию, мы счастливы. То, что происходит с нами, сближает нас. Да, но я спрашиваю себя, всегда ли будет так? Всегда ли ты будешь любить меня? Клянусь тебе. Я буду любить тебя завтра, послезавтра, и после, после, после завтра. И всегда. Всегда. Тогда сделай меня своей. Полностью своей. Пожалуйста. Пожалуйста. Ты представить себе не можешь, как мне больно было видеть это. Как мне... Скажи, что ты имеешь в виду? Что ты видел? Сознайся, Габи. Не заставляй меня приводить доказательства. Объясни, почему ты так поступила. Почему? Рикардо, у меня нет и никогда не будет ничего общего с Аурелио. Не лги, Габи. Это тебе не поможет. Я все знаю, я все видел. Я не знаю, что ты видел. Даже представить себе не могу, что ты мог видеть. Мне все это не важно. Я только знаю, что я заберу своего ребенка из этого дома. Понятно? Где он? Где мой сын? Я тебя спрашиваю. Где он? Отдай мне моего ребенка. Оставь меня. Я не отдам тебе своего сына. Это я не отдам тебе своего сына, Габриэла. Но почему, Рикардо? Ребенок останется здесь, в моем доме. Нет, это мой сын. Верни мне сына. Сара, отдай мне сына. Я не знаю, что произошло, но все это ложь. Ты будешь раскаиваться, раскаиваться в содеянном. Ты не можешь так поступить со мной. Ты должен вернуть ребенка, понимаешь? Должен. Это мой сын. Верни мне его сейчас же. Ты слышишь меня, Рикардо. Верни. Значит, ты был согласен с тем, что Рикардо похитит твоего внука. Иначе нельзя объяснить твое спокойствие. Я не знаю, что и думать. Консайло, пожалуйста, не говори глупостей. Тебе не кажется, что ты драматизируешь ситуацию, которая может оказаться совсем обычной? Обычной? С каких это пор тебе кажется обычным то, что отец похищает своего сына? Я бы не назвал похищением проявления отцовского чувства. Рикардо хочет лишь провести немного времени со своим сыном. Ладно, Федерико, я предупреждаю тебя и твоего отпрыска. Он понимает, что ты тоже замешан в этом, и поэтому такой спокойный. Ты оправдываешь наглость своего сына. Нет, это так. Нет, это не так. Разумеется, я признаю, что Рикардо поступил дурно, увезя с собой Габриэля без разрешения. Без разрешения и путем обмана. Ты должен заставить Рикардо вернуть моего внука. Я предупреждаю, что иначе я вас обоих засажу за решетку. Хорошо. Думай, что делаешь. Хорошо, Консайло, я всегда думаю, что делаю. А ты успокойся. Я сделаю все, что возможно. Если ты выслушаешь меня хоть раз в жизни, чтобы я мог успокоить тебя, даю слово, что Рикардо вернет ребенка. Он не может причинить вреда ни малышу, ни гаде. Пойми это. Слишком сильно он любит их, Консайло. Он любит их. Где обман, там нет любви. Я предупреждаю тебя, дорогой. Я верю тебе, но повторяю. Чтобы через час малыш был у нас дома. Я тебе верю. Но даю тебе только один час. Что может узнать этот придурок? Демо. Он такой дуб. Он и черта не заметит. Если заметит, идиот, тем хуже для него. Нет, она надолго запомнит меня. Если вернусь туда, посмотрим, что будет дальше. Посмотрим. Ничего, ничего. Ромиро? Что? Где ты скрываешься? Тебе дома не было видно, Ромиро. Вдруг ты заявился такой хмурый, а сейчас что-то развеселился. Не угостишь нас пивком? А почему нет? Для чего нужны праздники? Только чтобы выжить. А что ж ты празднуешь? Мы тоже могли бы отметить это. Я праздную то, что я не перестал быть еще петушком. Настоящим петухом. Я золотой петушок. Настоящий. Поющему петуху нипочем полицейская ищейка. Ты представляешь, Артур, я в своем лучшем костюме выхожу уже женатым под руку со своей подружкой. Ты представляешь? Представляю. Как бы с тобой не произошло то, что у меня с Габи, как бы у выхода из зала брагосочетаний тебе не всадили бы пару пуль. Не будет. Ничего подобного не будет. И не каркай здесь. Скоро ты увидишь квартиру, в которой мы будем жить. Я уже осмотрел ее с целью покупки. Конечно, нам придется просить заем в кассе полицейского управления, в сберегательной кассе. Потому что то, что дают в банке, не покроет и четверти проживания в пансионе. Ну, хватит, хватит. Смени пластинку. Ты уже достал меня. А в чем дело, Артур? Когда ты донимал меня своими сказочками о Габриэле, я тебе ни слова не сказал. Ну, сейчас мне не до этого, не до твоих фантазий. Хотя бы уж потому, что я не могу выйти отсюда, не могу присутствовать на твоей свадьбе, Сестер. Ты понимаешь меня? Я же сижу здесь, в заперти. Я же не могу тебя слушать. Мне надоело это. Ну, конечно, ты не можешь присутствовать. Но это не значит, что ты не можешь поздравить меня. Это будет самый счастливый день в моей жизни, когда Сестер станет моей жёнышкой, моей женой. Только моей. Это будет грандиозно. Ты представляешь, Сестер моя. Сейчас я себя чувствую грязной свиньёй. Рамира, крыса, свинья, проклятый Рамиру. Свинья, гнусный насильник Рамиру. Чтоб ты сдох, свинья проклятая. Я разорву тебя на куски, как это грязное тряпьё. Проклятый, проклятый, вот так, вот так. Свинья, крыса, дрянь. Чтоб ты сдох, проклятый. Ненавижу. Вот так я тебя. Сестер, почему ты плачешь? И зачем ты рвёшь одежду? Это так. Привет, Диего. Почему ты плачешь, Сестер? Мне земля попала в глаза. Да, это земля. Не трожь. Не дотрагивайся до меня, Йоли. Почему? Потому что... Потому что я грязная. Я грязная. Не трогайте меня. Я не верну тебя, сын, и ты не заслуживаешь этого. Рикардо, ты заблуждаешься. Ты ещё поймёшь, что это какая-то уловка, это глупость. Я прошу тебя, верни мне сына. Это мой ребёнок. Верни мне его. Нет, нет. Сара, унеси ребёнка. Нет. Нет, прошу тебя. Не уноси его. Дай мне его. Пожалуйста. Нет морального права, чтобы воспитывать его. У тебя нет на это права. Понимаешь? Что ты видел? Скажи мне. Скажи, что произошло. Объясни мне. Я прошу тебя. Я не понимаю. Что случилось? Скажи. Ты... Прошу тебя. Ты правда хочешь это видеть? Хочешь испытать этот стыд? Хорошо? Пойдём со мной. Хотя я знаю, что тебя ничем не устыдишь. У тебя ведь нет чувства стыда. Пойдём. Пойдём со мной. Отпусти меня. Ну вот. Надеюсь, теперь ты... успокоишься после того, как увидишь, кем ты стала. Господи, я ничего не понимаю. Что происходит? Чушь какая-то. Что... Что случилось? Где мой сын? Господи, помоги мне. Где мой мальчик? Сыстер случилось что-то нехорошее, мне кажется. А может, и ничего страшного. Я слышал, когда женщина выходит замуж, она становится немного ненормальной. Может, и с Сыстер тоже самое происходит. Кто знает. А, ребята, благослови вас Бог. Хотите есть? Почему у вас такой вид? Голодные сидите? Мама, это из-за Сыстер. А что случилось? Мы вошли, а она рвала свою одежду в клочья и плакала. Горько-горько. И всё рвала, рвала. Плакала? А почему она плакала? Мы не знаем, мамочка. Она стояла вот здесь. Я хотела обнять её, но она не позволила даже дотронуться до неё и убежала в свою комнату. Я ничего не понимаю. Ну ладно. Перекусите что-нибудь, а я пойду выясню, в чём дело. Давайте, давайте, быстренько. Быстро, быстро. Что случилось? Не волнуйся, Ёли. Сейчас она выяснит. А пока нечего волноваться. Я думаю, всё-таки с ней случилось что-то нехорошее. Молодняк! Что случилось? Что такое? Что происходит? Почему ты плачешь, Ёли? С Сестер случилась ужасная беда. Ей очень плохо, Рубен. Очень. Она так плакала. Но она одна. Нет, у неё твоя мама. Оставайтесь здесь, я пойду разузнаю. Я пойду с тобой. Нет, вы останетесь здесь, хватит. Я пойду выясню, в чём дело. Чёрт, всегда одно и то же. Все нами командуют. Прямо надоело. Как мне хочется узнать. Что всё-таки с ней случилось? Она уже ушла? Ты должен был вышвырнуть её вон. Где она? Где плёнка? А что ты хочешь делать? Она у меня. Дай мне её, пожалуйста. Я должен показать ей. Нет, нет, Рикардо. Я думаю, что это не обязательно. Не стоит ей показывать, дорогой. Сара, дай мне её, пожалуйста. Никогда больше она не сможет лгать мне. Она ничего не сможет отрицать. Дай мне её, пожалуйста. Нет. 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 Нет, теперь же всё раскроется. Ужас какой. Нет. Я не понимаю, Рикардо. Что происходит, Господи? Ни за что в жизни я не отдам тебе своего ребёнка. Я не уйду отсюда. Ошибаешься. Что это? Ну что это значит, Рикардо? Ах, ты боишься. Тебя это пугает. А почему бы тебе самой не рассказать мне всё, и ты не увидишь кассету? Ну, расскажи. Нет. Я ничего не боюсь, представь себе. Но меня расстроил твой поступок. Ну, покажи. Покажи, что ты хотел показать. Давай, скорее. Покажи мне и отдай моего ребёнка. Давай. 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 Почему ты в таком состоянии? Не почему. Ничего со мной не случилось. Ты что, глухая? Я говорю, ничего не случилось. Ничего. А почему ты так разговариваешь со мной? Я же вижу. У тебя что-то случилось. Ты очень странная. Расскажи мне, я твоя мать. Что случилось, сестра? Что случилось, сестра? А тебе что здесь нужно? Зачем ты пришёл? Что тебе тут надо? Ты плачешь. Мама, она плачет, правда? Скажи, она плачет. А ты что, не видишь? Может быть, ты знаешь, почему? Эстер. Это из-за этого. Из-за того, что знаем только ты и я. Скажи. Нет, нет, нет. Ничего не случилось, нет. Не твоё дело. Ничего не случилось. После того, что я видела, я поняла, что с тобой что-то произошло. И ты мне сейчас же всё расскажешь. Да. Да, что-то случилось. Если ты ничего не скажешь, то я. Я всё расскажу маме. Я всё расскажу. Понимаешь? Я всё расскажу. Всё. Я всё расскажу. Всё. Я всё расскажу. Сия лавида.